Морозная погода одним создает бодрое зимнее настроение, а другим целый ряд проблем. Причем речь идет не только о людях, но и об их четвероногих спутниках. Собаки в холодный период наиболее подвержены различным заболеваниям. Какие опасности могут подстерегать животных и что нужно знать каждому владельцу четвероногого, чтобы защитить своего мохнатого друга в холодное время года? Об этом и не только в следующем сюжете. Холодное время года – непростое испытание для собак. Она рискует получить обморожение или переохлаждение. У нее могут потрескаться лапы, обостриться различные воспалительные процессы. Так Тойпудель по кличке Филя, чтобы всегда чувствовать себя здоровым псом, перед прогулкой зимой совершает целый ритуал. Свитер, утепленный комбинезон и ботинки. Все как у людей. По словам хозяйки, самое главное, чтобы одежда подходила собаке по размеру, не стесняла движения во время прогулки. Это Филя. Его порода Тойпудель. Эта порода отличается тем, что у них нет подшерстки. Их зимой нужно обязательно одевать, заботиться о лапках, чтобы здесь всегда все было выбрито, иначе снег будет налипать. Самое ненавистное – это ботинки. А удобно вообще ходить? Ну, я не знаю, Филя, удобно тебе ходить, но вообще он пока не жаловался. Так, перчатки поставили, и он готов. А Александра со своим пушистым другом комбинезоны используют только осенью и весной, чтобы уберечь шерсть животного от слякоти и грязи. В зимний же период друзья предпочитают проводить больше времени дома, чем на улице. Все маленькие собачки, они, конечно, к морозу не очень устойчивые сами по себе, потому что хоть у них у шпицов и мек достаточно такой большой, но подшерсток достаточно слабый. Поэтому выгул, наверное, минут 30, в морозы так 20, то есть по сути своей. То есть они декоративные собачки, и мороз они не особо очень любят, поэтому они склонны к простудам. Безусловно, защита во многом зависит от порода собаки. К примеру, некоторые пушистые друзья между пальцев имеют шерсть, которая обычно защищает лапы. Но если на ней образуются наледь или снежные комки, это может привести к ранам на коже, и в этом случае шерсть лучше состричь. А вот другим породам следует использовать специальные защитные средства для лап. Специальные бальмы, специальные воски. Бальмы — это мы с точки зрения ветеринарных врачей так их называем. На самом деле человеческим языком это воски. Есть специальные мази, но начнем с того, что воски гораздо больше защищают наши лапки. Почему? Потому что когда температура ниже нуля, воск имеет свойство застывать. То есть он создает на подушечках, на коже такой чехольчик. Теплая одежда, защищенные лапы и тщательные водные процедуры после прогулки — вот три главных правила в уходе за питомцами зимой. Хозяевам своих любимцев стоит понимать, что сейчас самое время позаботиться о том, чтобы прогулки были только в радость, а не стали очередной задачей по решению проблем.